Друзья, всем добрейшего дня! В этот погожий классный апрельский день мы хотим вам показать всю красоту нашего сада. Дело в том, что именно в апреле есть очень короткий промежуток времени, когда видна еще графика лиственных стволов и веток, но в то же время очень трогательно распускаются молодые листочки. А некоторые деревья уже даже начинают цвести, некоторые цветут до распускания листьев, и это особенно трогательно выглядит. Кстати, вот, например, дерево, это кизил, которое цветет до распускания листьев, и это очень хорошо, потому что лист у него немножко крупноват, а ведь мы знаем, что для бонсай больше идут совсем мелколистные какие-то виды и породы деревьев. Но что еще хорошо в кизиле, это же не только цветочки, за цветочками последуют ягодки, которые успевают, хоть у нас клеймер, конечно, совсем не южный, но они успевают покраснеть, и это еще дополнительный повод полюбоваться вашим деревом. Ну, некоторые люди особенно любят именно рощи в бонсай, потому что это абсолютная иллюзия леса, и я их понимаю и сам их люблю, хотя одиночные деревья в бонсай мне тоже нравятся. Это вяз шершавый, обыкновенный вяз, который у нас, в общем-то, достаточно много где растет, но он относительно крупнолистный. Но в чем фишка? В небольшом горшке, и когда ветвление уже достаточно густое, лист серьезно уменьшается, и выглядит поэтому он даже с распустившимися листьями уже очень пропорционально. Ну а боярышник однопесечный, он, в общем, цветет, как и положено большинству деревьев, после того, как распускаются листьев, поэтому сегодня еще рановато, но мы ждем, ждем цветения, потому что это тоже, конечно, его очень сильно украшает. И тоже ягоды остаются, которыми можно любоваться уже осенью. Он прелестен, пожалуй, это мое любимое вообще дерево вот среди всех моих бонсай, из лиственных пород, это мое любимейшее дерево, потому что, как и я, это мальчик с пробегом, дерево, которое много чего пережило, это видно по внешнему виду, и поэтому есть что рассказать, есть чем поделиться. Ну и, конечно, очень яркое весеннее цветение у форзиции. Эта форзиция росла у меня в 90-е годы в саду, но она плохо переносила заморозки, и поэтому я ее перевел в разряд бонсай, и с тех пор она меня регулярно радует обильным цветением. Намного больше цветов, чем когда она была в грунте. Особенно хорошей весной, конечно, косточковые сливы, вишни. Вот в данном случае это вишневойлочная, в общем, обычное совершенно растение, но в бонсайном горшке она, конечно, привлекает намного больше внимания своим цветением, чем когда она в саду среди других цветущих растений. Это подарок Маше Никоновой. Я когда это увидел у нее в саду, эту маленькую какую-то миниатюрную форму камнеломки, специальный явно сорт, я прямо очень напросился на подарок, потому что, как вы понимаете, бонсай, это деревья очень небольшого размера, которые выглядят как очень старые деревья в миниатюре, они требуют компаньонов, таких же мелких, таких же маленьких и миниатюрных, и я камнеломку эту, по мере ее размножения, буду, конечно, подсаживать бонсай. Ну и особенно трогательно цветет, на самом деле, красная смородина. Вот цветочные почки только начинают распускаться, потом они будут так трогательно свисать и очень быстро превратятся в ягодки, которые будут уже быстро краснеть. К июлю все уже будет красненько. Ну и привычные нам несколько в другом качестве кустарники, на самом деле, великолепны тоже бонсай, благодаря тому, что каждый год дают обильный урожай, и выглядит это совершенно феерично, как, например, вот эта красная смородина. Вообще красная смородина именно эта, это для меня семейное дерево, потому что этот куст посадил в нашем саду вот на этой даче мой дед, дед Ярослав, где-то в конце 60-х, может быть, в 70-м году. И я помню этот куст, он был самым кислым, из всех красносмородиных кустов. Но когда я менял сад и делал его уже чисто декоративным, я увидел, что здесь есть толстенький стволик. Я подумал, что это же, наверное, можно как-то обыграть бонсай. И в конце концов эта красная смородина стала бонсай. Ей уже больше 50 лет. Вообще садоводы говорят, что смородина столько и не живет, что где-то предел это 30 лет. Но я в это не верю, и верю в то, что на самом деле при хорошем уходе эта красная смородина меня переживет, хотя я еще собираюсь достаточно долго жить. Хотя мы, конечно, можем собираться, решаем не мы, но тем не менее. И вот такого рода деревья, которые передаются, конечно, из поколения в поколение, это особая черта бонсай. И, я думаю, весьма привлекательная для многих. Представляете, вы с помощью бонсай, вы пишете записку, которую кладете в бутылку и отправляете в будущее для ваших потомков. Что-то в этом есть. Чем удивителен бонсай, то, что он может принимать любые самые неимоверные формы, в том числе и быть любого размера. Поверьте, это еще не самый маленький бонсай, который существует в этом мире. Это ива, которая росла на какой-то тропинке в горах Алтая. И на нее много раз наступали, поэтому она просто лежала плоско на поверхности земли. И я не удержался, ее выкопал. Не очень видно, но на самом деле здесь достаточно старый стволик и лет ей, конечно, очень много. Она практически не росла. Листик минимальный, буквально несколько миллиметров. Очень памятный мне, потому что я сам на нее чуть не наступил. Вот теперь она живет в Подмосковье и, думаю, кайфует. Там было жестче. Особенно прикольно весной выглядят почки клена колхидского. Это дерево, которое растет на Кавказе. И лист у него на самом деле не очень крупный, но посмотрите, какие упитанные почки. А еще на самом деле бонсай можно рассматривать как определенный рецепт или стимул долголетия. Потому что все мы знаем, что деревья живут, как правило, дольше людей. А бонсай при регулярной обрезке, которая имеет омолаживающий эффект и при хорошем уходе, живут даже дольше, чем им положено от природы. И неизбежно ты, как автор или как хозяин этого дерева, стремишься и дальше продолжать за ним ухаживать и дальше продолжать его делать еще более красивым. И, соответственно, у тебя есть дополнительный стимул жить как можно дольше. Но это можно сравнить, вот как в моем случае, мне 64, у меня сын четырехлетний. Ну, конечно, у меня огромное желание дожить до того времени, когда он уже станет взрослым человеком. И вот с бонсай этот эффект многократно повторяется. Интересное наблюдение из моего личного опыта общения с мастерами бонсай в Японии. Все агранды бонсай в Японии – это достаточно великовозрастные мужчины, намного старше меня. И, поверьте, далеко не все из них ведут здоровый образ жизни. Например, Масахи Кокимура, который по праву считается номер один вообще в мировом бонсай, ему уже далеко за 80, он курит как паровоз и продолжает вести очень активную и творческую, и бизнес, и какую угодно другую жизнь. То есть мы его везде видим, он продолжает выступать с мастер-классами, записывает даже какие-то обучающие программы. То есть человек живет активной жизнью. Так что занимайтесь бонсай, и будет вам счастливое долголетие. Ну, я понимаю, рационально понимаю, что не каждый человек готов обеспечить вот этот каждодневный уход за бонсай, за деревьями в горшке, а потому что в летний период, например, ну, практически каждый день их надо поливать. А кто-то может ездить в командировки или иным образом не быть в состоянии это делать. Никто вам не мешает делать красивые деревья в саду, которые растут в грунте и не просят особого ухода, но они также могут быть красивыми и даже может быть более красивыми, но это уж как кому нравится. Вот, например, это небольшая туя, но это может быть и большой манджурский орех, это может быть яблоня, это может быть сосна, это может быть все что угодно. И это занятие с точки зрения эстетики, с точки зрения кайфа от творческого процесса ничуть не менее увлекательное, чем бонсай. С этой сосной обыкновенной, которая находится на участке нашего соседа, но ее хорошо видно, ну, по крайней мере, с нашего балкона, это точно, поэтому она образует окружающий нас пейзаж. Мы начали работать четыре года назад, и эта работа, кстати, снималась на видео, очень подробно. Если бы мы ничего с этой сосной не делали, то за эти четыре года она бы поднялась еще, ну, как минимум метра на четыре, а мы ее уменьшили по высоте, то есть она была бы уже десять метров, а может быть и выше. И с каждым годом это дерево бы становилось все больше и потенциально опаснее, потому что, в общем, место достаточно открытое, она высокая, грунт здесь песчаный, легкий, поэтому сильный ветер может повалить все что угодно. Вместо этого путем формирования мы делаем компактное и все более красивое дерево. Работа с ним, конечно, продолжается так много лет, потому что эта сосна была лысовата изначально, поэтому мы не могли удалять очень много веток, удаляли постепенно, с каждым годом. По мере обрастания нужных нам ветвей мы можем выбирать те, которые не нужны. И вот этот процесс продолжится и в этом году, свечки уже начали чуть-чуть удлиняться, то есть в середине июня, в первой половине июня будем снова работать со свечками, выбирать их, укорачивать, чтобы еще более был густой образ всех этих лап, расположенных на разных уровнях, разных по длине. Будем стремиться вот к такой асимметрии, потому что она всегда смотрится природнее и естественнее, чем что-то симметричное. Ну и вишенка на торте в любом старом саду – это старые яблони. Очень часто владельцы не знают, что с ними делать. Они больные, заросшие, непонятные, плодов мало, а если есть где-то только там наверху, откуда их не достать. На самом деле вот такие старые яблони обладают громадным эстетическим потенциалом. То есть при правильной обрезке, а это дерево в работе всего два года, они превращаются реально в шедевр, который привлекает внимание, становится центром сада, его изюминкой. Потому что обладают именно вот этой самой мощью, вот этим самым характером, который нарабатывается десятилетиями. И благодаря такому возрасту, как правило, они легко структурируются. То есть разбиваются на разные уровни, и таким образом получается очень красивая структура, как вот в данном случае вот эта яблоня, которая наверняка больше семидесяти лет. Многие боятся сажать видовые деревья, потому что в садах они также вырастают огромными, как в лесу. А на самом деле эти деревья можно содержать в любом удобном для вас размере. Например, вот эти ели, ель колючая, ель обыкновенная, которые за мной находятся, мы начали формировать вместе с учениками в девятнадцатом году. И с тех пор они по высоте не изменились. Что меняется? Это все лучше становится структура всего дерева, кроны, лап, горизонтальные вот эти линии, подчеркиваются все больше и больше, они все более и более становятся аккуратными. И этот процесс, он бесконечный, он очень творческий. И в этой связи у меня сразу всплывает в памяти признание, которое сделала одна наша выпускница, выпускница нашего флагманского курса «Архитектор деревьев» Ольга Афанасьева из Калининграда. Она приезжала к нам сюда на практические занятия и всем участникам, и мне в том числе, рассказала, что вы знаете, а она ведь моего возраста. Я думала, что в основном жизнь уже прожита, как бы все, чего я могла достигнуть, узнать, это уже сделано. И тут, говорит, вы появляетесь в мастерской бонсай с вашим этим курсом «Архитектор деревьев», и я понимаю, что передо мной открывается новый мир, и я начинаю фактически новую жизнь. И на самом деле это становится семейной историей, потому что муж теперь этим занимается вместе со мной. Андрей, я очень счастлива, что попала к вам вот на этот курс. Вы видите, вы мне дали второе дыхание. Мне как бы столько лет, я все устала, мне все надоело, мне уже ничем не удивить. И тут вот так загореться. Мы, во-первых, с мужем работаем вместе, мы столько времени стали проводить вместе. А когда мы стрижем, мы единое целое. Вот правда. Я думала, что моя жизнь уже, ну как бы вот все, пенсия, дети, внуки, огород. А теперь я понимаю, что это только начало. Начало дружбы, начало поездок, начало каких-то новых идей и начало новых отношений. Спасибо Андрею, спасибо курсу «Архитектора». Хотите, открою вам маленький секрет? Я ведь на самом деле долгие годы занимался именно бонсай. И на садовые деревья, которые росли и все время увеличивались в размере в моем собственном саду, не обращал внимания. И что оказалось? Оказалось, что если вы освоите технологии создания и техники создания бонсай, то есть красивых деревьев совсем в миниатюре, вам совсем не сложно будет потом грамотно и красиво обрезать большие садовые деревья, чтобы они тоже становились графически логичными и эстетичными. И вот именно это я почувствовал на примере выпускников нашего другого флагманского курса «Азбука бонсай», где как раз участники осваивают именно бонсайные техники. И как я это заметил? Дело в том, что те, кто сначала кончал «Азбуку бонсай», а потом шли на курс «Архитектор деревьев», они, как правило, показывали эстетически более интересный результат. То есть на выпускных экзаменах они формировали более красивые деревья. Ребята, вы знаете, у меня, наверное, самые сложные стойки для бонсай. Расскажу историю. Дело в том, что они появились лет 15 назад, первые стойки. Это был просто брус, вкопанный в землю, обработанный, конечно. Сверху был плетняк, который разрушался от воздействия отрицательных температур иногда. Но самое главное, что через 10-12 лет этот брус подгнил, и одна стойка даже упала. Слава Богу, горшок не разбился, и дерево не повредилось. Что меня сподвигло на попытку создать что-то, что не подвержено настолько быстрому загниванию и, соответственно, надежно бы держало мои деревья. И вот мой средний сын, Данила, разработал сложную конструкцию, полностью разборной стойки, у которой все деревянные части, в принципе, снимаются и могут зимой храниться где-нибудь в укрытом месте. Видите, легко снимается верхняя площадка. И она ставится, никуда она не денется. Так же легко вынимается верхняя металлическая часть и снимается короб деревянный, который создает эстетику. А внутри металлическая труба четырехугольная, смазанная маслом и не забетонированная. То есть сверлились отверстия, забивался гравий, и держится это за счет гравия и за счет большой высоты, закопанной ниже уровня земли. В принципе, на зиму можно деревянные части, как я сказал, убирать куда-то в укрытие. Хотя, Полина моя, не очень любит вид зимой вот этих вот металлических конструкций. Поэтому, может быть, в следующем году мы и не будем убирать. Поэтому была сделана доработка. Дадим микрофон. Так. В том плане, что мы дополнительно обработали деревянные конструкции. Мастикой внизу, да. И предполагается, что после первой зимы любования вот этими виселицами, следующую зиму стойки будут оставаться даже под снегом в деревянном виде. Потому что деревянные части, в принципе, можно изготовить и обновить. И это проще, чем менять металлические конструкции. Потому что, когда они стоят тоже подвержены всем погодным воздействием, они портятся. А так она защищена деревом. И в целом поменяется деревянный короб. Ну, это более... Ну, не большая проблема. Более простая история, чем переделать металлический каркас. Смотрите. И бонсай, и неваки, это в конечном счете все равно некое миниатюрное... Миниатюрное изображение или миниатюрный образ старого, взрослого, красивого дерева. Ну, просто в бонсай он совсем маленький, этот образ. А в неваке он может быть крупнее, там, до нескольких метров. Но сам подход, он ведь один и тот же. И признаки вот этого взрослого, красивого дерева, они идентичны. Что в бонсай, что в неваке. Давайте посмотрим на примере вот этого вяза мелколистного с пробковой корой. Какие же это признаки? Ну, начнем снизу. Прежде всего, это мощное основание, которое показывает солидность, возраст этого дерева и то, что оно крепко держится за землю. Дальше. Это мощный, но сбежистый ствол. Сбежистый, это значит, он толще внизу. И потом становится все тоньше и тоньше. И становится на макушке совсем тоненьким и изящным. Как правило, лучше смотрятся стволы, которые имеют какие-то изгибы. Потому что, ну, на это интереснее смотреть. Что еще отличает взрослые такие старые деревья? Ну, это то, что нижние ветки у них самые мощные. Они самые толстые, как правило, наиболее длинные. Потому что иначе они свет не получат, если они будут короткими. Они же внизу расположены. И расстояние, соответственно, между нижними ветками, оно больше, чем ветками, которые расположены на макушке. Опять же, чтобы получать больше света. По мере того, как мы поднимаемся наверх, ветки становятся более частыми, более тонкими и более короткими. Все-таки определенное сужение кроны к верху мы наблюдаем. Ну, не такое сильное, как у ели. Все-таки это лиственное дерево, да? Еще и в бонсае в Неваке будут очень классно смотреться любые другие признаки, которые подчеркивают возраст. Ну, в данном случае это какая-то внешняя жесткость всего образа, который, в частности, проявляется в том, что вот эта трещиноватая кора, конечно, выдает сразу же возраст. И если такие элементы у дерева есть, то образ старого дерева у вас получится быстрее. Как ни странно, некоторые по-прежнему думают, что бонсай – это особый вид какой-то или порода дерева, которое сама растет в таком миниатюрном виде. На самом деле, конечно же, бонсай делается практически из любых деревьев. Да, предпочтение отдается мелколистным формам, сортам и видам, но, в принципе, можно даже и крупнолистные обонсаять так, что выглядят они будут вполне убедительно. Но японцы, а это японское дерево, они, конечно, за столько веков развития бонсай в своей стране выводили самые разные сорта деревьев, которые обладали как раз вот этими нужными для бонсай характеристиками – мелким листом, короткие междоузли, не слишком быстрый рост и так далее. Это перед вами айва китайская или псевдоцедония. Японское дерево – одно из немногих японских деревьев, которое у меня прижилось, потому что все-таки климат средней полосы Подмосковья, он для японских деревьев не особо подходит. Зиму они, как правило, перенести под снегом и в теплицы даже не могут. Лета им катастрофически не хватает, оно у нас короткое, солнечных дней, конечно, меньше. Но вот айва показала, что, в принципе, в этих условиях она может неплохо жить, поэтому она и со мной живет. И у нее есть тоже свой секрет, вы знаете, совершенно удивительный. Это дерево в начале лета сбрасывает прямо целыми струкьями старую кору, вот эту темную, и под ней абсолютно яркая зеленая молодая кора. Правда, эта зелень потом через недели-две-три уходит, и она снова темнеет. И здесь мы тоже, конечно, видим вот те самые признаки взрослого старого дерева, о которых я недавно говорил. Здесь и мощные основания, и ствол, сужающийся кверху. Мощные нижние ветки и более тонкие ветки наверху. Все здесь это присутствует, в том числе и расстояние внизу, видите, между ветками побольше. То есть вот очень важно поймать этот образ, когда вы создаете миниатюру. И неважно, в горшке это миниатюра или это более крупное дерево в саду. И эта мысль о том, что японским деревьям не очень комфортно в нашем климате, она давно до меня дошла, и у меня фокус сместился в сторону местных деревьев или деревьев, которые себя прекрасно чувствуют в нашем климате. Это и вязы, и сосны, и ели, боярышники, клен генала, скажем, или даже астролистный клен, бересклет. То есть вот эти все знакомые нам совершенно с детства названия и виды деревьев, которые мы видим вокруг себя, они в виде бонсай представляются мне, вот у нас, в нашем климате, идеальным совершенно вариантом, которые будут минимальные создавать для вас проблемы и будут себя хорошо чувствовать на протяжении всей своей жизни и вашей жизни. А зимовать их можно, в конечном счете, их можно просто на землю поставить, на зимовку, но чтобы их весенний снег не погнул, не поломал, я все-таки ставлю их в теплицу, где заваливаю снегом не целиком, а только корневой ком. И они до весны там прекрасно зимуют, весной, как только морозы уходят, я выставляю их на улицу. Возвратных заморозков они не боятся. Ну вот, например, клен астролистный, конечно, абсолютно зимующий в наших условиях, не боится ничего, очень быстро растет, быстро утолщается, но у него очень крупный лист, как вы знаете, это просто такие лопухи огромные. В бонсай все это уменьшается, но это дополнительная работа. Кроме того, крупнолистные деревья плохо ветвятся. Вы видите, несмотря на регулярную обрезку, в общем-то, крона достаточно редкая. Поэтому предпочтительнее, конечно, и проще для вас будет работать с бонсай из каких-то более мелколистных кленов. В наших условиях это может быть либо клен татарский, как вот в данном случае, либо клен геннала, дальневосточный клен, который очень зимостой и прекрасно переносит наши зимы. Лист тоже может быть иногда крупноват, но таких листьев крупных не так много. Их можно просто летом срезать и дождаться появления новой листвы, которых будет меньше. Бересклет бородавчатый, который часто растет в лесах, в подлеске, он светет совершенно незаметно. Вообще цветочные почки, вот здесь можно видеть, они как маленькие точечки. И когда распустятся эти цветочки, они будут не намного сильнее, заметнее, чем сейчас. Но зато ягодки, которые мы сможем увидеть во второй половине лета, пропустить невозможно. Потому что это всем известные вот эти глазастые ягодки, они парные, и у них черная точка на такой малиновой основе. И поэтому это выглядит действительно как пара глаз, которые на тебя смотрят. Ради вот этого периода я, собственно говоря, бересклет и очень люблю. Потому что это совершенно уникальное, конечно, его свойство. Но многие могут спросить, а откуда брать вообще заготовки для бонсай? И я знаю, что много людей хочет и говорит о том, что можно же пойти в лес или еще куда-нибудь и там выкопать дерево. Ну, в принципе, да, это можно сделать, но с очень большими оговорками. Дело в том, что более взрослые деревья при такой пересадке погибают. Их очень трудно потом выходить. Даже у меня это получается не со стопроцентным успехом. От человека неопытного это точно не получится. И еще один аспект. Помимо того, что это может быть противозаконно, вот то, что деревья у вас потом погибают, это как-то, наверное, висит на нашей совести. И я вот сам ощущаю, что в процессе обучения вот приживлению выкопанных из природы деревьев я погубил очень много деревьев. И ощущать это мне не очень приятно. И вам это тоже не советую. Но есть еще более прагматичное соображение. Дерево, выкопанное в природе, даже если вам удалось его приживить, потребует 2-3 года на восстановление, прежде чем вы начнете с ним работать. А как вы научитесь делать бонса, если вы будете 2-3 года просто ждать? Поэтому есть деревья из садового центра или из питомника, особенно контейнерные, как, например, вот эта ель. Я ее купил в садовом центре. Она была уже в контейнере. Она была очень густая. У нее был уже толстый стволик. Он вполне себе сбежистый. Он с изгибами интересными. Очень много веток, из которых можно было выбрать. И такое дерево при покупке, вы его привезли домой, и можете сразу начинать из него делать бонсай. А после того, как вы его сделали, это может занять несколько часов, ну при определенном навыке. Если вы начинающий, может это займет чуть больше времени, но все равно это произойдет очень быстро. Оно сразу же превращается в нечто очень похожее на старое красивое дерево. И вы можете, если подходящий сезон, если это весна, тут же пересадить бонсайную плошку. И вот у вас уже готовое дерево. И вы в процессе отработали навыки формирования, обмотки проволоки, как создать вот этот красивый образ. Но это же огромное преимущество. Мы срезаем столько углов, и вы получаете классный результат очень быстро. Как раз участники нашего флагманского курса азбука бонсай так и делают. Они едут в садовые центры, питомники, чтобы выбрать потенциальные заготовки для бонсай. И поверьте, по окончанию курса для выпускной квалификационной работы у некоторых получается сделать шедевры. Сейчас весьма модно, и это заслужено, различные топиарные формы растений. Но надо понимать при этом, что вообще топиарный формат для дерева, да и для кустарников, это очень противоестественная форма. Потому что излишняя загущенность создает идеальные условия внутри кроны для болезней и вредителей. Она плохо проветривается, свет не попадает внутрь кроны и так далее. Но топиарные формы абсолютно необходимы для чего? В моем представлении в саду без топиарных форм невозможно, потому что именно топиарные формы, имеющие, может быть, геометрическую где-то форму, где-то природную форму, они оттеняют те растения, которые структурированы. Например, неваки, где четко видна структура, она многоуровневая, ее хочется читать и рассматривать. Для таких деревьев обязательно нужно обрамление. И вот как раз таким обрамлением, такой рамкой для картины, служат топиарные формы. Но эти топиарные формы на самом деле гораздо сложнее, чем неваки и бонсай. Потому что они предполагают огромную работу, причем довольно скучную работу по разгущению, по постоянной стрижке этих форм, совпадающей с разгущением. Потому что их нельзя все время мод и ножницами просто по контуру стричь, потому что они загущаются еще больше, и таким образом еще больше будут у вас болеть, так или иначе. Работа с ними заключается не только в этой постоянной стрижке по контуру, а в том, чтобы лезть внутрь, создавать там хорошую веерную структуру, в которой все слабое и ненужное будет удаляться, а все нужное – оставляться. И плюс на концах обязательно вместе с этой постоянной стрижкой будут образовываться колтуны, которые надо вырезать, разгущать и так далее. То есть это очень трудная и напряженная работа, большая по объему, и она абсолютно необходима. Но, тем не менее, как и бонсай, так и топиарные стрижки, они, наверное, являются проверкой, насколько мы любим растения, насколько мы готовы идти на какие-то дополнительные жертвы в виде нашей работы, чтобы деревья были здоровыми и красивыми. Как я уже говорил, самый быстрый, надежный способ получить заготовку для будущего бонсай – это поехать в ближайший садовый центр и посмотреть на контейнерные растения, которые там продаются. Особенно среди хвойных вы быстрее найдете что-то подходящее для того, чтобы можно было сделать бонсай. Вот эти три дерева – это ель коника, сосна обыкновенная в Атерере и можжевельник китайский – мы купили в ближайшем садовом центре. Поехали просто, посмотрели все, что там было и выбрали три заготовки, очень разные по своей стилистике, по внешней форме, которые демонстрируют возможности именно хвойного бонсай создавать совершенно разные по внешнему воздействию образы. Причем мы все это снимали на видео и процесс отбора, почему я выбирал именно эту ель конику, а не какую-то другую, именно эту сосну, а не какую-то другую. Мы снимали потом, как я раскапывал небари, как я искал будущий образ, отбирал нужные ветки, укорачивал по высоте, наматывал проволоку, придавал форму. И на последней стадии, естественно, все три дерева были пересажены уже в бонсайную посуду. И все это происходило в течение весеннего месяца апреля. Может быть, немножко в май мы тогда заехали. И по ссылке под этим видео вы можете посмотреть, как это все делалось, достаточно подробно, чтобы быть в состоянии потом повторить эти действия. Вы знаете, березовую рощу я давно хотел сделать, поскольку в памяти всегда была березовая роща Левитана, а пейзажной живописью я был очень долгие годы, даже десятилетия увлечен и сам занимался. И лишь два года назад я наконец собрался и выкопал несколько молодых совершенно берез, разные толщины и высоты, как вы видите, чтобы убедительный образ создать. Посадил это в рощу, и сейчас там, где они росли, больше ничего нет. Там один огромный карьер. Получилось так, что я их спас, потому что все, что там росло, грейдером сгребли просто в одну большую кучу. А эти деревья остались живыми и радуют нас вот этим особым очарованием березы, которая, наверное, неспроста считается душой России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть больше видео о том, как создавать красивые деревья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова